Здравствуйте, меня зовут Шабранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек и практикующий косметолог с 25-летним стажем, мне тут мои коллеги посчитали. И сегодня у нас с вами, я надеюсь, что тема актуальная, это подросток в салоне красоты, поскольку косметология сейчас, точнее, наши клиенты с вами помолодели. И какие вопросы можно решать, какие нельзя решать, буду делиться собственным опытом, последними законодательными актами, да, и какие услуги может оказывать косметолог в салоне красоты, в каком случае лучше работать в паре с врачом. Поскольку наши вебинары слушают еще наши клиенты, я думаю, им это тоже будет полезно. И, соответственно, мы с вами обсудим все средства, предлагаемые компанией Гильтек для работы с подростковой кожей, что мы можем предложить клиенту, что категорически лучше переместить к врачу. И поэтому я надеюсь, что тема для всех интересная и популярная. Буду отвечать на вопросы, пишите в чате, мне на самом деле так намного легче говорить, поскольку, когда я не вижу обратной связи, мне кажется, что я разговариваю сама с собой. Подростковый возраст у нас с вами начинается официально с 12 до 17 лет. С возраста 18 лет это считается взрослый, самостоятельный человек. И, собственно говоря, возраст обусловлен еще медицинскими аспектами, да, то есть, например, гинекологи, эндокринологи считают, что подростковый возраст, да, то есть подростковый возраст заканчивается, да, то есть человек становится полувозрелым в возрасте 18-19 лет, поэтому подростковый возраст у нас считается с вами от 12 до 17 лет. У нас есть у некоторых косметологов пациенты и более раннего возраста, тоже можно с ними работать, да, и прежде всего это так называемая первентивная косметология, потому что большинство проблем можно предотвратить действительно в условиях салона, это самые, ну, такие банальные, как казалось бы, процедуры, да, то есть это процедуры, относящиеся к обычной эстетической косметологии, да, но прежде всего это консультационные услуги, потому как состояние кожи подростка очень сильно реагирует на внутренние проблемы. Прежде всего это гормональная перестройка, нестабильный гормональный фон, плюс стресс. Нынешним подросткам приходится гораздо сложнее, наверное, чем нам, потому что такая внутренняя, наверное, конкуренция. Одну секундочку, я отвлекусь. Прошу прощения. Современным подросткам действительно приходится намного сложнее, чем нам, да, потому что много информации, да, которую они получают, как из интернета, различных пабликов, общение со сверстниками. Конкуренция большая идет и в учебных программах, да, и в их такой социальной жизни, поэтому стресс накладывает очень большой отпечаток. Плюс питание, ну, влияние фастфуда, различной такой уже готовой еды тоже отражается на коже подростков. Родителям не всегда это можно контролировать, да, поэтому визит к косметологу всегда начинается с консультации, поскольку проблемы с кожей не всегда можно оценить как заболевание кожи. Основная процедура, да, к которой, наверное, прибегает подросток в салоне, это обычная чистка лица, но этим все не заканчивается. Самое, действительно, часто, самое частое обращение это, конечно же, чистки, различные пилинги по возрастающей, прежде всего, это нежелательное удаление волос на теле, точнее, удаление нежелательных волос на теле, тоже, наверное, самая частая процедура, с которой обращаются девушки-подростки, и не только девушки, поскольку многие и молодые люди занимаются различными видами спорта, танцами, ведут активный образ жизни, и молодые ду-люди тоже приходят за такой услугой в салон. Здесь хотелось бы отметить то, что не всякая депиляция и эпиляция показана подростку. Наверное, поскольку в этой области я имею опыт в районе 20 лет и по состоянию подростковой кожи, и по направленности. Модная и такая популярная процедура лазерной депиляции не показана подросткам. Гинекологи, кстати, отмечают под знаком вопроса виды лазерной депиляции. До 18 лет лазерную депиляцию проводить не рекомендуется. То, что относится к электроэпиляции, здесь тоже есть небольшие нюансы. Кожа подростка склонна к образованию рубцов и шрамов, поэтому данный вид процедур стоит делать очень внимательно. Хотя, если есть действительно сложная картина, то этот метод будет самый, наверное, актуальный. То, что называется просто депиляция, это процедура восковой депиляции, шугаринга. Сейчас много разновидностей данного вида депиляции. То есть так называемая биодепиляция. Здесь спектр широк. Почему лучше не проводить самостоятельно такие депиляции? Подростки, как правило, и наверняка кто работает, если есть косметологи, сегодня у нас на вебинаре, все прекрасно знают, что разбритые волосы приходят девушки. Ну, не только девушки, но и взрослые люди очень часто пользуются лезвием. В подростковом периоде нежелательный рост волос в принципе легко предотвратить обычными методами биодепиляции. Речь, если идет о области бикини и лица, то, опять же, гинекологи не рекомендуют делать тотальное бикини до 18 лет. К сожалению, или к радости, не знаю, подростки начинают жить половой жизнью достаточно рано, и данный вид услуги тоже имеет спрос, но здесь все-таки такой больше медицинский подход должен быть. Если у подростка, у девушки сейчас речь идет о девушках, рост волос по мужскому типу, то здесь имеет место какое-то эндокринологическое или гинекологическое заболевание, и доктор может не увидеть проблемы на регулярно депилированной коже, а проблему обычной депиляции вы не уберете. Поэтому здесь нужно работать, наверное, вкупе с доктором, либо отправить клиента на консультацию, если вы видите необычный рост волос. Но по показаниям удаления или процедура тотального бикини не рекомендована подросткам еще и по причине возможной провокации варикоза половых губ. То есть здесь есть нюансы. Некоторые мастера депиляции говорят, что я делаю и работаю безупречно, и у меня таких проблем не будет, но речь идет о молодом организме, о неполувозрелом человеке, поэтому все остальные виды депиляции совершенно спокойно можно делать. И, на мой взгляд, лучше начать это именно с посещения салона, с посещения специалиста. Таким образом можно предотвратить действительно избыточный рост волос. Дальше я бы хотела отметить, у меня стоит микродермообразие, лазерная шлифовка. Я немножко передвину эту тему по поводу массажных технологий. Начну вначале говорить. Здесь тоже возраст наших клиентов очень помолодел. У меня стоит на слайде массаж по показаниям. Понятно, что самый популярный массаж у клиентов-подростков это массаж по жаке. Про него иногда очень часто забывают. Я не перестану его рекламировать и рекомендовать делать, потому что это хорошая помощь в себорегулирующих процедурах. Это хорошая помощь, действительно, когда есть заболевания акне и многие другие проблемы с кожей, которые имеют подростки. Это основное. Также сейчас прибегают к услугам косметолога или массажиста в том случае, если у нас с вами имеет место быть клиент с брекет-системами, с исправлениями прикуса, также другие стоматологические заболевания. Стоматологи начали рекомендовать посещение остеопата и массажистов, которые владеют массажными техниками, которые помогают исправить такие проблемы. Это различные остеопатические массажные техники, это техники испанских массажей, это лимфодренажные массажи и банальный массаж шейно-воротниковой зоны для облегчения состояния и улучшения динамики исправления прикуса и различных стоматологических заболеваний. Поэтому косметологи могут расширить свою деятельность, дополнительно изучив какие-то массажные технологии и работая более глубоко и направленно именно в этом направлении. Специалистов сейчас такого уровня достаточно мало, хотя они есть, и многие массажисты изучают дополнительные технологии, потому что есть спрос. Дальше, что еще можно предложить клиенту, подростку в салоне? Как правило, я не говорю сегодня об окрашивании бровей, различным темам бровистики, наращивании ресниц, ухода за ресницами. Я, например, очень рада, что это ушло в отдельную отрасль, потому что в свое время я встречала подростков на стрессе, которые защипывали брови в подростковом возрасте. Возможно, многие из вас встречали клиентов, в 15 лет выщипало брови и больше они не растут. Поэтому я очень рада, что на сегодняшний день это отдельная отрасль, и подростки в любом торговом центре, в любой мини-салоне, в специальных студиях могут получить такую услугу как по лечению, восстановлению бровей, так и по уходу за ними. Это будет грамотно, хорошо проведенная процедура. И я думаю, что они достаточно недорого стоят, их много, и можно за эту отрасль не переживать, хотя включить в процедуры, например, какие-то косметологические, косметолог может, расширив свой спектр услуг. Очень многие эстетисты делают это, и дополнительные услуги как по восстановлению бровей. На самом деле на фоне гормональной перестройки я, наверное, буду затрагивать сегодня все, чем хотелось бы поделиться. И это не самое, наверное, актуальное на сегодняшний день, но на фоне гормональных изменений как в возрастном возрасте, так и в молодом возрасте брови могут неровно расти. И, например, такая процедура, как укладка бровей, позволит действительно и добавить в арсенал косметолога достаточно приличную сумму денег, и поможет вам с клиентом выстроить хорошие отношения, потому что брови имеют значение особенно для подростков, которые увлекаются макияжем, которые смотрят различные ролики, делают брови как у звезд, поэтому это, я думаю, тоже входит в услуги и совершенно спокойно можно к этому прибегать. Если будет интересно, я расскажу о средствах Гильтек, которые, в принципе, косметические, но которыми можно в дополнение работать с бровями для улучшения их качества, не покупая дорогостоящих средств, например, для ламинации бровей, для укладки бровей. То есть, ну, если интересно, напишите, я назову. Маникюр тоже подростковая процедура в салоне о детском маникюре. Будем обсуждать средства, а я обязательно расскажу. Это тоже подростковая процедура, и он другой, да, про детский маникюр мы слышали, и, собственно говоря, вот эта процедура французского необрезного маникюра, изначально это была детская подростковая процедура, когда не делается обрезной маникюр и уход за кутикулой, парафиновые ванны, да, мягкая обработка рук. Ну, у нас подростки и наращивают ногти, и делают гелевое покрытие, да, которое может привести к деформации ногтей, просто ввиду еще незрелого возраста, поэтому здесь тоже нужно обращать на это внимание. Также самая, наверное, популярная и тоже востребованная процедура лечения гипергидроза. К сожалению, в большинстве случаев эта процедура не салонная, больше клиническая, потому что здесь применяются и лазерные технологии, и применяются введением ботулотоксина в подмышечные впадины, поскольку подростковый возраст как раз сопровождается повышенным потоотделением, то здесь больше либо работ, если вы не делаете инъекционные процедуры, то здесь больше все-таки процедура клиническая, которая надолго позволит эту проблему решить. И различные микродермообразии, лазерные шлифовки и другие лазерные процедуры по показаниям, наверное, больше, почему большой спрос, я действительно посмотрела статистику, когда готовила вебинар, почему большой спрос, потому что, как правило, за этими процедурами обращаются родители подростков и подростки, когда уже усугубилась проблема акне, когда пошла проблема постакне, образование рубцовой ткани, и когда уже из подростковых пращей действительно проблема перешла в глобальную и нанесла ущерб коже. Больше, на мой взгляд, и лояльнее все-таки лазерная терапия, потому что все-таки подростковая кожа склонна к образованию рубцов, хотя сейчас микродермообразие уже с прошлого века перешла на новый уровень, есть прекрасное оборудование, но лазерная шлифовка будет все-таки более лояльной. Также для лечения акне и для решения проблем с постакне лазерная фототерапия, но она делается клинически, и поэтому либо вы работаете в паре с врачом, либо смотрите по показаниям и направляете вашего молодого клиента в клинику. И хотелось бы обратить внимание на законодательную подоплеку всех этих процедур. Почему хочу на это обратить внимание? Во-первых, наверняка и в интернете пишут об этом, да, и я работаю давно, и у нас в Москве, например, многие косметологи двух районов Москвы столкнулись с такой проблемой, когда семья, мама с дочкой посещали салоны дочки, пока ей не исполнилось 18 лет, мне очень неплохо, можно сказать, зарабатывали на этом, приходила девушка, внешне лет 18-19 делала большое количество процедур, как правило, это депиляция, какие-то, по-моему, даже инъекционные она делала процедуры, потом приходила мама и просила вернуть деньги, потому что девочке не было 18 лет, это, я эту историю, например, запомнила навсегда, и у нас по российскому семейному законодательству до 18 лет родители несут ответственность за здоровье своих несовершеннолетних детей, и косметолог, доктор, просто в клинике всегда спрашивается паспорт, всегда в клинике заполняется карта клиента, в случае салона некоторые нюансы упускаются, и можно получить, вот как два района Москвы страдали от такой вот семьи из мамы и дочери, да, во-первых, на первый прием, если это обычные процедуры, родитель должен привести своего ребенка за руку, врач-косметолог или просто косметолог должен провести консультацию, составить программу, с которой родитель должен согласиться, и только после этого вы можете принимать подростка в салоне. Если у вас ходит мама, потом может приходить и ее несовершеннолетний ребенок, но с ее согласием. Как правило, первую процедуру косметолог должен проводить, это согласно законодательству, первую процедуру косметолог должен проводить в присутствии родителя, или если, например, сложные процедуры, такое бывает, когда дети стесняются своих родителей, родитель должен подождать в зоне ожидания и быть все равно рядом. До 15 лет выделила красно, что родитель обязан сопровождать своего ребенка на каждой процедуре. К сожалению или к счастью, это закон, чтобы избежать, чтобы косметолог был юридически и всячески защищен, и чтобы избежать разногласий, когда сделали процедуры, потом пришел родитель и сказал, что это все не так, это все неправильно, и родитель должен присутствовать при процедурах, которые проводятся. Ну и дальше, наверное, мы с вами перейдем уже к уходу в салоне, с чего начинается уход. Консультация. Даже обычную, обычный уход, обычную чистку нужно начинать с консультации. Недавно встретила такой как бы отзыв, что чем помазать, вопрос был где-то в соцсетях, я не помню, то есть вопрос, чем помазать, что купить, чтобы подсушить прыщи. кто косметологи, все прекрасно знают, что они бывают разные, и не всегда это акне. Подростковые прыщи гораздо легче, и обычные комедоны гораздо легче поддаются уходам и лечению, нежели уже действительно запущенный процесс, поэтому, чтобы косметолог или врач смог действительно увидеть полноценную картину и определить, чем и какие процедуры назначить, какие препараты назначить, лучше кожу ничем не трогать. И я, например, то же самое говорю про депиляцию, когда нежелательный рост волос не специфический, например, у девушек начинается на груди, на животе, когда бикини спускаются вниз к колену и прямо четко по мужскому типу, то эту картину лучше показать врачу-эндокринологу или гинекологу и сделать ряд анализов, то же самое, например, с акне. Иногда три обычных анализа, анализ мочи, анализ кала и анализ крови могут помочь не усугубить проблему. Я недавно столкнулась с клиентом девушка 30 лет, по-моему, даже нет еще 30, то есть 29-30, которая постоянно уже в своей жизни использует и косметические средства и препараты с ретинолом. На мой взгляд, что если с подросткового возраста вы за один раз не решили эту проблему, то есть проблема обычных подростковых прыщей должна решиться и человек уже дальше не должен использовать серьезные препараты с такими тяжелыми ингредиентами, он должен перейти на обычную косметику, это значит, что вы не вылечили данную проблему, поэтому лучше начать опять же с консультации, возможно пару-тройку анализов каких-то лучше сдать и уже непосредственно, если вы видите, конечно, что-то страшное, подростковые прыщи, расширенные поры решаются обычными себорегулирующими процедурами, обычными чистками, комплексными, ультразвуковым пилингом, легкими мягкими пилингами и домашним уходом, а вот если проблема не решается, то все-таки лучше проконсультироваться или отправить вашего клиента на пару-тройку анализов, потому что у подростка всегда нестабильный гормональный фон, и его тоже надо как-то скорректировать, плюс усугубляется проблема акне и различных дефектов кожи, то есть это и неправильное питание, какие-то заболевания, относящиеся к желудочно-кишечному тракту, те же стрессовые ситуации, прием различных препаратов, то есть некоторые, например, психотропные препараты тоже могут вызывать как на лице, так и на теле высыпание, то есть нужно найти к этому подход. неправильные подобранные препараты у нас с вами всегда портят картину, да, и либо усугубляют состояние, либо пересушивают кожу, и дальше мы уже можем получить и обезвоженную кожу, да, и купероз в молодом возрасте, и чувствительную аллергичную кожу, конечно, начинать домашний уход, и салонный уход, это четыре действия, это очищение, тонизация, увлажнение, об этом вы все прекрасно знаете, да, и питание кожи, и защита кожи. Компоненты косметики, которые должны присутствовать во всех уходах, это прежде всего противовоспалительные компоненты, они могут быть как натуральные, так и синтетические, в зависимости от того, на каком бренде вы работаете, и какие в вашем салоне, в вашем регионе компоненты актуальны, да, противовоспалительные компоненты, это и экстракты ромашки, календулы, солодки, алоэ, также, если есть склонность к акне, да, то есть, это заживляющие компоненты в косметике должны всегда присутствовать, сиборегулирующие процедуры всегда включают в себя сиборегулирующие компоненты, это и кислоты, и цинк, и сложные системы, сейчас комплексные есть, есть комбинации и экстрактов, и кислотные комбинации, плюс, не делала здесь отдельным пунктом косметику, спре и пробиотиками, тоже слышала такой момент, что она не очень исследована, и непонятно, помогает или не помогает, действительно, есть исследования, и это уже подтверждено научно и клинически исследовано, о том, что косметика с пробиотиками решает многие проблемы, в том числе и подросткового возраста, прежде всего она поднимает иммунитет кожи, от нее мы получаем, от них мы получаем очень хорошее увлажнение, а также если кожа аллергичная, да, то снижаются такие реакции на коже. Что есть в арсенале гильтек, мы сейчас перейдем плавно к процедурам, которые и к полным пакетам препаратов наших средств, которые для предназначены для процедур, предназначены для домашнего ухода и для работы вообще с подростковой кожей. Многие с нами уже давно и все прекрасно знают нашу серию антиакна, которая специально предназначена для ухода за проблемной кожей, в том числе и с кожей подростка. есть как средства домашнего ежедневного применения, так и средства для салонных процедур. Что хотелось бы отдельно отметить. Линия будет расширяться, я надеюсь, что прям вообще в ближайшее время на расшириться. тоник начнем наверное с тоника. Тоник для жирной и проблемной кожи, для ежедневного умывания и очищения, вы все прекрасно, он у нас самый популярный, я его сюда даже не включала, у нас есть нейтральный гель, который подходит и для умывания и очищения как в салонных условиях, так и дома, плюс он же подходит и для аллергиков, потому что у него нейтральный пиаш, поэтому он у нас самый популярный продукт, да, и именно с проблемной кожей я бы рекомендовала все-таки для очищения как салонного, так и для домашнего применения именно его, дальше, туник для жирной и проблемной кожи, как правило, все почему-то думают, что он будет пересушивать кожу, что он будет подсушивать прыщи, он себорегулирующий, при этом он не пересушивает кожу, а наоборот увлажняет ее и минимизирует все воспалительные процессы. Можно для его рекомендовать и включать в процедуры, если у вас клиент даже с чувствительной кожей, но склонный опять же к образованию прыщей. По нему его можно использовать как контактный для различных физиотерапевтических процедур, если нужно увлажнить электроды или же, например, в качестве увлажняющего тоника для процедуры ультразвукового пилинга. Гель для жирной кожи, он так называется, это аппаратный гель с экстрактами гомомелиса, фукуса для в составе есть также сера, он подходит для всех аппаратных процедур, практически для всех форезов, для себорегулирующих процедур, можно завершить им процедуру чистки лица. Матирующий флюид, это новое средство, пока, наверное, он как-то незамеченным прошел, а именно я бы рекомендовала его именно для подростков, почему их больше всего беспокоит жирный блеск. Если же девушки уже более взрослого возраста применяют различные тональные средства, и уже имеют в своем арсенале большое количество косметических средств, то, как ежедневное средство, матирующий флюид, позволит решить большинство и декоративных, и основных проблем, с которыми сталкивается подросток. Он на долгое время матирует кожу, сокращая выделение кожного сала, плюс в составе его есть салициловая кислота и другие себорегулирующие компоненты, которые позволяют еще и купировать проблему достаточно надолго, начиная именно просто с обычного ухода. Можно рекомендовать в ежедневное применение в салонных условиях, можно нанести после процедуры, если ваш клиент выходит например после процедуры либо себорегулирующей, либо процедуры пилинга, либо процедуры чистки в люди дальше, то есть ему нужно какое-то время выглядеть красиво, он не может себе позволить красное например лицо, как после чистки иногда бывает. дальше в серии антиакне наверное два хита, с которыми все знакомы и это две самые популярные сыворотки наши сыворотка стопакне на основе азолаиновой кислоты которая заметно улучшает состояние кожи можно использовать в завершении чистки лица и любой себорегулирующей процедуры и она способна заменить многие аптечные средства для лечения всех форм акне и гель интенсив регенерация с ним знакомы тоже практически все косметологи наши поскольку гель разрабатывался как гель на завершение повреждающих процедур и инъекционных и химических пилингов в данном случае если вы делали мануальную чистку можно закрыть процедуру гель интенсив регенерации и избежать возможного рубцевания или возможного воспаления которое бывает иногда после чисток отдельный набор косметики для жирной кожи это хорошо собранная процедура для проблемной кожи как себорегулирующая процедура этот набор позволит и провести ультразвуковой пилинг и просто себорегулирующую процедуру как в салоне так и в домашних условиях в составе как раз набора гель очищающий который с нейтральным пиаш который подходит под все типы кожи тоник для жирной проблемной кожи сыворотка 3d увлажнения для дополнительного увлажнения на дне забивает поры там три вида гиалуроновой кислоты и она устраняет повышенную чувствительность кожи чем собственно говоря очень часто страдают подростки гель для жирной кожи он же аппаратный гель я вам только что про него рассказывала да то есть и энзимная пектиновая маска я сейчас про нее буду говорить подробно потому что на мой взгляд как альтернатива на именно каких-то серьезных пилингах на начальной стадии или же когда появилась только проблема да то есть чтобы предотвратить усиление акне да то есть энзимные пилинги на мой взгляд самые актуальные плюс пектиновый пилинг многие из вас знают кто пробовал его да это мягкий гель и в отличие от энзимов которые мы привыкли использовать в сухом виде он еще дополнительное воздействие оказывает да он увлажняет кожу поэтому мы решаем сразу две проблемы ну и в набор входит гель интенсив регенерация на тот случай если вы будете делать мануальную чистку в домашних условиях это если подросток приложил руки или кожа повредилась каким-то своим способом как правило дети не говорят о том что они ковыряли свои прыщи набор отдельно для ухода за подростковой кожей это грамотно подобранная система ухода за кожей подростков в состав входит очищающий мус балансирующий тоник это как раз тоник для жирной проблемы кожи который оказывает себорегулирующие пор суживающие действия дальше увлажняющий успокаивающий гель это увлажняющий плюс в состав которого входит пробиотик для восстановления микробиома кожи и его собственно говоря мы очень часто рекомендуем для ухода за подростковой кожей в набор же входит сыворотка антиакне которая с азолаиновой кислотой да для ежедневного ухода или зонального нанесения как точечное средство она не подходит но для зонального нанесения например если высыпание в каких-то определенных зонах например там только в районе скул или только на подбородке или отдельно на лбу да то есть ее можно наносить зонально не затрагивая проблемы основного лица да и в состав входит этого набора также лечебно-профилактический гель демотен он у нас на сайте находится в разделе медицина это гель предназначенный для реабилитации или комплексного лечения демодекоза сложных форм акне как увлажняющее средство если вы например применяете или доктор прописал какие-то аптечные препараты как правило которые сушат очень кожу в составе его есть серы мы с вами его разберем подробнее и в коллекции гельтек есть несколько средств с пробиотиками вот раньше было два сыворотка пробиоскин и гель увлажняющий плюс сейчас еще появилось одно средство в линии зию наверняка многие из вас знают что это линия натуральной косметики и там тоже появился очень интересный житель в который тоже входят пробиотики сыворотка пробиоскин содержит про и пребиотики лизаты бактерий подходит она не только для подростковой кожи на сегодняшний день на мой взгляд средства с пробиотиками очень актуальны именно потому что мы с вами носили долгое время маски многие переболели и модными вирусными заболеваниями и имеют еще у себя в арсенале различные вирусные заболевания которые лечились противовирусными препаратами и антибиотиками и состояние кожи после болезни собственно говоря ухудшилось и ничего не помогает в данном случае такие средства лучше направить вместе с серьезными препаратами которые вы применяете гель увлажняющий плюс как я уже говорила да то есть это идеальное несмотря на то что у нас в описании написано что это гель для сухой кожи он очень хорошо подходит именно для кожи подростков и хорошо его сочетать либо даже не сочетать а применять после для восстановления кожи после например там системных ретиноидов или когда дерматолог прописывал средства аптечные которые нанесли некий урон кожи как правило это очень сухая очень чувствительная и раздраженная кожа которой практически весь липидный слой нужно восстанавливать заранее да то есть вот именно для таких целей требуется нам средство с пробиотиками а также если мы говорим о подростках это будет еще и средством профилактики акне и уже к процедурам к салонным у нас есть много видео к методикам я наверное сегодня прибегать к таким не буду косметологи про них про все знают у нас есть опять же очень много на сайте и процедур комплексной чистки с полным обзором нашего врача физиотерапевта Ирины Викторовны есть альтернативные чистки применения пилингов то есть у нас это все отснято и их очень много и наверное я время тратить просто не буду чистка для подростков это как правило если нет сложной проблемы то есть если это не запущенный вариант это как правило обычный ультразвуковой пилинг либо это альтернативные чистки к альтернативным чисткам можно отнести поверхностные химические пилинги для которых применяются самые мягкие кислоты то есть это молочный пилинг пилинги из фруктовых кислот самые популярные наверное для подростковой косметологии то есть это миндальная кислота пиро-виноградная кислота азолаиновая кислота если уже требуется такое воздействие либо энзимные пилинги которые будут относиться как вот к превентивной косметологии да то есть к профилактике и могут входить как в общие комплексные сиборегулирующие процедуры так как альтернативные либо вот идти как альтернативная чистка лица раньше это называлось глубокое шелушение комплексная чистка что обычно себя включает комплексная чистка включает в себя либо энзимные пилинги плюс ультразвуковая чистка либо это ультразвуковая чистка плюс мануальная чистка если это нужно по показаниям количество чисток то есть здесь мы смотрим по проблеме обычно в качестве профилактики выполняется один раз в 3-4 недели если у вас клиент в нашем случае подросток находится на лечении то тогда это один раз в неделю что у нас с вами есть для таких процедур все все сезонные гель пилинг на основе миндальной кислоты очень мягкий пилинг мягко отшелушивающий не дающий активного шелушения и очень комфортный будет для проведения процедуры пилинга в составе миндальная кислота молочная кислота и фируловая кислота протокол процедуры обычный стандартный он есть у нас в методических особиях на очищенную кожу лица можно перед пилингом нанести какой-то кератолитический лосьон для усиления пилинга у нас есть рекомендации можно вначале провести энзимный пилинг если нужно проработать поглубже но как правило достаточно одного-двух нанесений миндальная кислота решает и вообще миндальные пилинги решают большое количество вопросов именно связанных с акне да то есть это и осветление пигментации посттравматической после удаления или неправильного удаления комедонов на фоне застойных явлений на коже из-за акне наносится он на чистую кожу кожу предварительно обработать можно тоником саха кислотами он у нас есть в осветляющей линии мягкий тоник не пересушивающий кожу наносить пилинг можно разными способами можно нанести при помощи веерной кисти специальной для пилингов также можно нанести его ватной палочкой мягкой выдержать аппликацию по чувствительности кожи или по проблеме от 5 до 10 минут можно держать аппликацию на коже потом мягко ее просто смыть водой при необходимости можно нанести 1 2 3 слоя закрыть процедуру как раз можно и нужно гелем интенсив регенерация если кожа очень чувствительная можно может немного пощипывать и соответственно завершить процедуру можно кремом мультипротектором в летний период на мой взгляд даже обычную чистку нужно закрыть солнцезащитным кремом в избежание пигментации в зимний период когда солнце не так активно процедуру можно закрыть у нас есть в линии домашних средств не знаю почему он только в домашних мне он очень нравится это крем для комбинированной кожи с SPF 15 совершенно спокойно можно закрыть процедуру в зимний период и очень хорошо и увлажняет и успокаивает и немного камуфлирует даже на мой взгляд внешний вид и по поводу энзимного пилинга маска энзимная пектиновая ее можно для подростков и включать в салонные процедуры можно усилить энзимным пилингом химический пилинг в случае миндального сезонного пилинга также можно включить для более глубокого разрыхления комедонов в процедуру ультразвукового пилинга нанеся ее предварительно так же как обычно мы наносим под пленку на 10-15 минут потом снять после чего нанести уже специальные средства для ультразвукового пилинга и потом уже провести чистку в домашних условиях энзимный пилинг в качестве профилактики комедонов воспалительных явлений посттравматической пигментации можно рекомендовать домашний уход раз в неделю точно так же если есть проблема например посидеть полежать под маской или же некомфортно то маску можно нанести более толстым слоем на лицо и постоянно ее увлажнять в некоторых случаях мы в процедурах например показываем как можно влажными руками по массажным линиям сделать легкий массаж ее все время увлажнять и мы получим полноценную процедуру энзимного пилинга очень мягкую нетравматичную что еще я про него хотела сказать для улучшения состояния кожи кожи в салоне как перед ультразвуковым пилингом рассказала под любые форезы для более эффективного получения процедур рассказала ну практически под все перед аппаратными процедурами для усиления эффекта его можно сделать и опять же таки для ухода за кожей подростков комплексная чистка у нас с вами есть отдельный набор протокол процедуры он у нас есть методичках я его прикрепила сюда очень ограничено да то есть для все-таки такого профессионального воздействия мы туда включили для демакияжа это гель с наш очищающий нейтральный тоник можно который мы с вами уже сегодня три раза обсуждали тоник для жирной и проблемной кожи далее мы делаем энзимный пилинг при помощи энзимной пектиновой маски смываем наносим гель для дезинкрустации также выдерживаем время аппликации до 15 минут поскольку уже пилинг нам с вами подготовил кожу да то есть время аппликации можно немного сократить и именно наблюдая за кожей клиента далее постепенно открывая зону с которой вы будете работать провести ультразвуковой пилинг либо по лосьону для дезинкрустации либо по тонику для жирной и проблемной кожи просто гель для дезинкрустации он все-таки больше поможет вам убрать комедоны если требуется удаление каких-то отдельных элементов после этого можно провести мануальную чистку далее нанести любую себорегулирующую маску как правило это маски с каолином я очень люблю наоборот применять на завершение процедур альгинатные маски есть большой спектр масок с добавками мне например очень нравится есть у некоторых брендов маски с бодягой есть маски с хвощом обычная маска со спирулиной на завершение процедуры чистки работает прекрасно не оставляя следов даже после мануальной чистки у нас готовится к выходу маска себорегулирующей на основе каолина в котором на мой взгляд предусмотрели весь спектр компонентов которые нужно именно для такой проблемной кожи и после снятия маски мы наносим завершающий крем в данном случае чистку как правило в завершении перед маской можно дополнить либо дарсонвализацией если нужно убрать воспалительный процесс можно дополнить массажем по жаке это классика для того чтобы улучшить себорегуляцию сузить поры и успокоить кожу после интенсивного воздействия и дальше вы уже назначаете средства которыми будет пользоваться ваш клиент дома после чистки если раньше всегда косметолог ограничивал питание после процедуры чистки то сейчас про это все забыли может быть я ошибаюсь многие косметологи не рекомендуют сутки после чистки есть жирную сладкую еду да и чтобы избежать после мануальной чистки опять же таки воспалительных процессов а после комплексной чистки либо после ультразвукового пилинга либо после энзимного пилинга из себорегулирующих процедур лучше тоже избежать обильной еды чтобы опять же не спровоцировать сильное выделение кожного сала да то есть сделать процедуру максимально комфортной вот на мой взгляд не зря нутрициологи в какой-то момент рекомендуют отказаться от некоторых видов пищи я очень с осторожностью отношусь ко всем новшествам да но как например эндокринологи также дерматологи рекомендует отказаться от некоторых видов еды чтобы посмотреть картину на если им недостаточно каких-то результатов анализов чтобы посмотреть картину как реагирует кожа на определенные виды агрессии да как пищевые пищевые аллергии да так и например там рекомендуют не пользоваться какими-то некоторыми видами кремов шампуней чтобы исключить внешние воздействия поэтому я к этому абсолютно с открытой душой отношусь да и например если это действительно подросток то лучше ограничить еду после процедуры чистки или после себорегулирующей процедуры на сутки и протоколы стандартных домашних уходов она есть у нас эти протоколы вложены в наборы перечислять сейчас его не буду я большинство это вам уже все рассказала и коротко про натуральную косметику зию очень многие думают что это ну так вот как раз подростковая в линии зию есть несколько средств именно как раз вот такой вот превентивной косметологии который можно некоторые вещи даже использовать в салонных уходах и для домашнего ухода сейчас наверное это актуально да то есть немножечко по цене ниже чем основная линия гельтек но при этом по наличию активных ингредиентов в чем-то даже лучше для ежедневного применения гель для умывания с алое и гиалуроновой кислотой гель тоже имеет такой нейтральный пиаж очень хорошо снимает все виды загрязнение в том числе и макияж плюс успокаивающий тоник вот в случае ухода за кожей подростков он наверное будет идеальный потому что в нем есть и противовоспалительные компоненты да и успокаивающие компоненты плюс у него в составе цветочная вода и он действительно как бы охлаждает кожу при этом он имеет очень интересный приятный аромат который немножко улучшает настроение я поэтому думаю что для подростка это будет вообще идеальный вариант плюс в составе есть пантенол и если кожа склонна к высыпаниям или какому-то воспалительному процессу уже на моменте очищения кожа будет успокаиваться и все равно иногда подростки прикладывают мои руки удаляют комедоны поэтому здесь можно быть спокойной за любые варианты и просто обработать кожу тоником и для ухода за кожей именно склонной и одновременно к раздражению и к усыпаниям совсем недавно в коллекции ЗЮ вышел маска скраб или вышла он скраб это он маска это она такой интересный продукт называется кофе брейк это такая такой симбиоз скраба механического да то есть механического скрабирования и энзимного пилинга на основе энзима граната многие из вас знают да что энзимы граната по своему действию приближены к действию например гликолевой кислоты просто это вот энзим так мяг более мягко воздействует и не раздражает кожу очень хорошо убирает и неправильно говорю очень хорошо удаляет излишний роговой слой плюс если есть высыпания и позволяет их немного нивелировать в составе мелкодисперсная кофейная пудра она практически не травмирует кожу есть противники механических скрабов да то есть здесь абразив очень мягкий и на мой взгляд она больше дает вот эта кофейная пудра аромат этому скрабу нежели как-то воздействует на кожу применять его можно двумя способами можно нанести на кожу в качестве гелевый он гель скраб можно нанести в качестве гелевой маски и оставить на кожу потом немножко помассировать и убрать остатки абразива потом смыть можно нанести на кожу и помассировать в начале пока гель не застыл и оставить на 5 минут в качестве маски есть два варианта воздействия какой вам больше подходит кто не любит абразивы наносит его в качестве маски абразив сметается и вы получаете просто обычный энзимный пилинг в составе его почему я так подробно про него рассказываю в составе его есть также лизатые бактерии которые поднимают иммунитет кожи которые восстанавливают микробиом кожи можно использовать и в домашнем и в профессиональном уходе когда вы делаете например себорегулирующие процедуры на этапе например подготовки кожи к тому же более глубокому например дополнительному энзимному пилингу или если кожа например гиперкератозная перед ультразвуковым пилингом его тоже можно включить перед массажем по жаке тоже можно то есть его можно встроить в любой протокол например салонные процедуры и сыворотка которая работает во всех направлениях ее оценили и известные блогеры да фанаты косметических брендов да кто любит такие насыщенные с насыщенным ингредиентным составом формулы и косметологи которые работают в салонах оно у нас вышло уже достаточно давно и уже полгода это сыворотка которая работает на несколько направлений и именно как профилактика и почему предлагаю ее в подростковый уход потому что это профилактика практически всех проявлений которые бывают на подростковой коже неоцинамид в составе да то есть он и улучшает себорегуляцию и борется с акне и нивелирует пигментацию витамин С и антиоксидант и осветляет и убирает опять же застойные явления экстракты календулы ромашки шиповник да вообще отличный такой богатый состав под маску например в протоколах себорегулирующих процедур в домашний ежедневный уход потому что все вы прекрасно знаете что наличие неоцинамида в составе будет регулировать да это будет профилактика сужения пор профилактика забитых комедонов и профилактика воспалительного процесса поэтому и для ежедневного применения и салонные процедуры совершенно спокойно ее можно включать ну и я у нас осталось практически вставила вам слайд с демотеном потому что про него все забывают и на сайте обычно не находят многие считают его абсолютно бесполезным но это не лечение это комплекс который действительно это и профилактика и в комплексном лечении демодекозов розация акне стабильной углевой сыпи и который поможет не пересушить кожу и держать кожу в стабильном состоянии по поводу препаратов которые помогут ухаживать за бровями и ну с ресницами не знаю как да но у нас есть в антивозрастной линии пектиновый гель это не пектиновая маска про которую не энзим не пилинг а пектиновый гель в антивозрастной линии который для у него пиаш кстати тоже можно включать и в подрах несмотря на то что он в антивозрастной линии но все регулирующие процедуры отлично видите у вас все есть он очень хорошо помогает укладывать брови особенно непослушные брови то есть его можно нанести косметической щеткой вот этой вот как туши и распределить брови очень хорошо их фиксирует если брови и с ресницами сложнее потому что на них надо наносить это все но иногда когда вы делаете процедуры гель все равно попадает у нас есть в коллекции гель интенсивное омоложение там есть коллаген эластин да там и алоэ вера и пантенол это все те компоненты которые активно укрепляют волосяные луковицы и плюс гелевая структура она будет обволакивать волос у волоса так же как и у ногтей есть кутикула кутикулярный слой и волос светлеет и теряет пигмент когда кутикулярный слой волоса находится в таком состоянии и становится темнее когда вы их обволакиваете и поэтому тоже можно наносить на брови кстати тоже очень хорошо фиксирует брови интенсив омоложение и восстанавливает брови а пектиновый гель действительно очень хорошо улучшает состояние бровей и не только их фиксирует плюс для восстановления бровей у меня вообще есть такая процедура прям отдельная она называется реконструкция бровей ну вот с последние несколько лет вот с развитием вот индустрии бровистики именно отдельной да нам как бы стало не очень актуально потому что похожие процедуры можно было сделать ну везде в любом торговом центре у нас сидел там с вами бровист и не один студий бровистики да то есть практически очень много мастеров занимающихся только этим но все равно например после наращивания ресниц или после каких-то травматичных процедур в области бровей особенно после наращивания ресниц это наверное такой бонус получается смотрите да то есть ресницы начинают расти вниз иногда вплоть до некоторых остеологических заболеваний когда наращивание идет вот эти 9-8D ресницы становятся слабые и растут в разные стороны после снятия ресниц можно сделать процедуру и с бровями то же самое если был нарушен рост они растут в разные стороны да вот многие говорят что после подстригания волос на бровях не начали кудряются не совсем так но в случае если рост волос направление меняет по какой-то причине то мы делаем либо укладку это можно сделать любым раствором есть у нас для завивки и ламинации и они разные но состав у них приблизительно одинаковый либо для химической завивки ресниц должно быть только для глаз и вы выкладываете так как нужно чтобы вам росло фиксируете и потом в течение месяца полутора нужно пектиновый гель помогает я по большей части использую наш офтальмологический гель номер один блефорогель можно посмотреть на сайте состав у них очень простой но восстановить ресницы и область глаз именно после каких-то травматичных процедур очень помогает кстати тоже можно уложить по блефорогелю спасибо Виктория он необыкновенно очень много работала именно с такими случаями потому что косметологи больше любят глобальные процедуры а на такие вещи некоторые не обращают внимания ну выпали брови выпали растите мы вот растим кстати Дарсонвале очень хорошо помогает про него все забывают и кстати в работе с подростками про него тоже все забывают потому что все уходят больше на химические пилинги а иногда обычный Дарсонваль помогает больше и комфортнее подростку нежели какие-то уже вот такие сложные процедуры а для восстановления бровей Дарсонвализация идеальный вариант и средства вот в случае блефора больше всего подходит но если сделать интенсивно или восстановить именно цвет структуру это как раз вот наш пектиновый гель на ресницы честно он немножко подсушивать может зону век ну и у нас время вебинара подходит к концу я надеюсь что да 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 смотрите энзимную маску все-таки это энзимы да ее лучше смыть и работать уже по тонику или по лосьону либо если вы хотите усилить процедуру да у вас такие сложные тугие комедоны то выдерживаем энзимную маску потом наносим гель для дезинкрустации и уже чистим по нему добавляем постепенно увлажняя тогда дезинкрустан с ним смывать не надо а энзимную маску можно нанести пот потом смыть и уже чистить по дезинкрустации это если тугие комедоны сложные удаляемые такие если вы хотите усилить процедуру если есть еще какие-то вопросы я буду рада так я надеюсь что вебинар вам будет